Ну что, пришло время разобрать само задание, посмотреть пример проекта. Итак, у нас с вами тема следующая. Почему люди в городе N учат английский язык? Давайте с вами рассмотрим поподробнее таблицу motifs, то есть причины какие. To get greater education opportunities, то есть чтобы получить более обширные, широкие возможности в теме образования, в образовании до 57%. Людей это выбирает. Это, собственно, количество респондентов в процентном соотношении. Дальше. Второй по популярности ответ. To get professional and career advantages. Чтобы получить возможности карьерного продвижения и роста. 22%. To make a lot more friends, чтобы дружить с людьми из разных стран. 12%. To watch films in a foreign language, смотреть фильмы на иностранном языке. 6%. To make traveling easier. Ну и чтобы облегчить себе путешествие всего 3% это интересно. Да, то есть вот данные, все это вместе составляет 100%. Итак, давайте с вами разбираться. Первое, что мы с вами делаем, да, пример проекта. Make an opening statement on the subject of the project. Мы делаем с вами введение. Хочу сказать просто, что в введении, по сути, мы должны записать всю информацию, которая есть у нас в самом задании. То есть, да, здесь в введении, обязательно, да, вы можете прям чекпоинты делать. Мы должны указать тему проекта. Мы должны указать, что мы нашли данные. Мы должны указать, что в форме, да, в какой форме таблицы, да, в данном случае. Мы должны указать целевую аудиторию. В данном случае это people, да, тут могут быть teenagers, напомню. Мы должны, как бы, указать, ну, логично указать в первом предложении, да, ну, актуальность проблемы. На самом деле это не обязательно, но так, как бы, в общем-то, логично, да. Ну, а по обязательным аспектам, да, последний завершающий момент, это то, что мы, собственно, будем дальше свое мнение высказывать на эту тему. Вот смотрите пример. Итак, еще раз. В первом абзаце его вступления обязательно указывается тема проекта, его цель, да, что видите в данных таблице, то и пишите. Многие люди, там, испытывают сложности в выборе, там, или тинейджи, предпочитают читать, там, следующие книги, ну, это просто на разные темы. В данном случае мы пишем, конечно же, про языки. То есть ничего не придумываем, используем те данные, которые даны у нас непосредственно в задании. Например, То есть первое предложение, первое предложение, введение, введение в тему, да, то есть, как, как будто актуальность подчеркивается тема, надо же с чего-то начинать. Дальше, то есть, английский сейчас очень распространенный язык. I'm doing a project on the reason why people in that land are studying it, да, и я делаю проект, собственно, жирным я выделила те фразы, которые вы можете использовать, в качестве схемы, да, почему люди в городе, вот, целевая аудитория, обязательно указывается, вот этот Z-land, надо его вписать, почему они изучают его. Дальше. I have found some statistics in a table. Я, да, нашла, нашла статистику данные, да, в форме, таблицы. Which I believe will be useful for my project. Да, то есть, это будет полезно для моего проекта, соответственно, да, то есть, мы выражаем некоторую готовность начать рассуждать на эту тему. Вот, это все, то есть, мы все, что нужно, все, что, по сути, есть в теме задания, в самом задании, мы уместили в первый абзац. Дальше, второй абзац, данные таблицы. Мы указываем два-три факта из таблицы. Здесь, кстати, нет какого-то идеального рецепта, два или три, it's up to you, абсолютно ваше решение. Кстати, по условиям задания вы даже не обязаны все аспекты брать их, их обычно всегда пять. Это раз, два, три, четыре, пять. Но, как-то логично все-таки раскрывать все. Моя рекомендация следующая, для второго абзаца брать три аспекта, и для третьего абзаца, где мы сравниваем показатели, брать два оставшихся. И лучше всего продумать заранее, да, что вы будете сравнивать. Вообще, в целом, планирование тоже, кстати, важный этап, когда вы прикидываете в голове, да, примерно, что все-таки, особенно тут интересен третий абзац, да, то есть, что вы будете сравнивать. Да, ну, мы сейчас с вами на примере разберемся, вот это мы прогнозировать с вами и планировать научимся, да, научимся на годовом курсе все это планировать, и вы в этом разберетесь, пока конкретно по схеме. Итак, да, два-три факта мы берем, то есть, просто, как я уже сказала, описываем, это самый большой показатель, это самый маленький, это самый, это средний, условно. Да, да, например, наибольший, наименьший показатель или какой-то средний. Внимание, ребят, напомню, что при указании на количество обязательно используйте определенный артикль, определенный артикль, это важно, да. Да, и, да, обязательно указывайте, вот, процентное соотношение, цифры пишите, собственно, да, вот число респондентов, которые выбирают это, и процент. Да, также вы можете писать помимо конкретной цифры, допустимо писать четверть, да, опрошенных, половина опрошенных и так далее, как вариант. Например, overall, да, используйте обязательно вводные конструкции, это важно, примеры вводных конструкций я также еще дополнительно буду рассказывать на годовом курсе, да, вот пока вы можете взять за основу для начала вот то, что есть. Overall, the present data provides a breakdown of the reasons, то есть, breakdown, то есть, разбивку, да, то есть, в целом, как бы, данные, да, представленные в таблице, они нам дают вот разбивку по причинам популярности английского языка. For the popularity of English, да, опять же, жирным я выделила те фразочки, которые вы можете взять в качестве схемы. The present data reveals, да, то есть, актуальные вот эти данные, они нам что, да, открывают, раскрывают? That learning English for career gains, то есть, изучение английского для карьерных целей, да, is the second most common motive, то есть, это второй по популярности запрос, мотив, да, причина изучения. As stated, да, то есть, это, в общем-то, выбрали 25-22% of the respondents, респондентов, обратите внимание, определенный артикль, конкретное количество людей. Rather unexpectedly, довольно неожиданно, опять же, вводные конструкции, напомню вам, они обозначены. A relatively low, довольно низкий процент, 12% of those surveyed, да, опрошенных, prioritize, то есть, выделяют для себя что? Making new friends, то есть, все 12%, то есть, для себя выбирают, ну, 12% выбирают участие английский ради друзей новых. Making travel easier is the least common reason. Least common, то есть, наименее востребованная причина для изучения языка, это вот, собственно, путешествие. With mealy, да, ну, около 3%, точнее, mealy, всего 3% респондентов selecting it, выбирают это. Вот, то есть, прекрасная тоже схема, отличного уровня, да, но если сложновато, я вам дальше дам более простой вариант. Третий абзац, мы сравниваем показатели, да, у нас осталось два показателя еще, мы уже три взяли для предыдущего абзаца. И сравниваем, и даем комментарий. Рекомендую делать все-таки одно сравнение. Почему? Сравнивать два показателя. Потому что, если мы даем какое-то второе сравнение, то его тоже нужно прокомментировать. Да, не усложняйте себе жизнь. Либо нужно так это скомпоновать, если вы сравниваете там несколько показателей, чтобы они имели какой-то общий вывод. Тогда так это можно, да, чтобы не нарушалась логика. Но лучше, во избежание проблем, два показателя взяли, сравнили и прокомментировали пример в предыдущем уже видеоуроке я дала. В третьем абзаце мы пишем с вами один-два существенных сравнения. Рекомендую одно, я уже сказала, связанных с темой проекта. Смотрите, ну, собственно, мы берем показатели, на самом деле, из тех, что дано в таблице, и сравниваем. Нужно именно сравнить. Один показатель больше, меньше, именно этим отличается этот абзац от предыдущего. То есть мы не просто говорим это столько-то, это столько-то, а сравниваем их. Также необходимо добавить комментарии. Про комментарии я уже сказала в предыдущем уроке. Итак, давайте вот пример посмотрим. The data indicates that there is a clear difference. То есть данные нам показывают. Обязательно каждый абзац начинается с вводной конструкции, которая вводит в курс дела, вводит новую мысль. То есть конкретные данные показывают очевидную разницу в том, что в причинах людей изучения английского языка. Почему выбирает, почему учат английский? Taking, for example, давайте возьмем the need to watch English language films, 6%. Вот, например, возьмем смотреть английские фильмы, всего лишь 6% выбирает. Which is not as popular as. Вот она, сравнительная конструкция. То, о чем я вам сказала в предыдущем уроке. Именно лингвистическая составляющая важна. Мы с вами не аналитики. Мы просто используем сравнительные конструкции. As, as, not so as. Одна из сравнительных конструкций на годовом курсе мы все, что нужно, пройдем. Which is not as popular as learning English for educational purposes. Не так популярно, как учить английский для образовательных целей. Обязательно указываем данные. Количество в процентном соотношении. It can be assumed that educational reasons are... Да, то есть, и нам становится очевидно, что образовательные причины более важны. Considerably more important than those connected with entertainment. Тем, те, что связаны с развлечением. То, о чем я сказала, это и есть комментарии. От меньшего к большему. Что вижу, то и пою. То есть, мы, по сути, в комментарии дали ту же информацию, что и здесь в данных таблице. Но фильмы мы обозвали развлекательной причиной, а университеты мы назвали образовательной причиной. Вот и все. Четвертый абзац. Проблемы и решения. Самое интересное. То есть, важно, напомню, проблема должна быть реальной, а решение подконтрольным. То есть, я не рекомендую студентам своим, как бы, некоторые считают, что условно-универсальное решение проблемы, это скинуть все на правительство. Правительство должно помочь. Нет, нет, нет. Я не рекомендую. Во-первых, это далеко не условно-универсальное решение. И плюс, все-таки оно должно быть подконтрольным. Потому что, если мы вот так будем огульно скидывать все на кого-то, да, то очень часто проблема бывает нереальная или какая-то мало объективная. Эксперт просто не зачтет. Вот в чем проблема. Мне не жаль, что бы что-то делало правительство, но все-таки. Итак, проблема и решение. Какая проблема есть в изучении языка? Например, То есть, очевидная проблема, связанная с изучением английского языка за границей, напомню, что у нас в плане именно про за границу речь, must be considered. Which is that students who wish to follow that route will have to pay very high tuition fees. То есть, очевидная причина какая? Да, для тех студентов, которые хотят следовать, да, этому маршруту, route, да, который выбирает эту дорогу. Pay very high tuition fees. Очень дорого стоит. Дорого. Много денег будут платить за обучение. Tuition fees. A possible solution could be to, да, то есть, и решение какое? Скажем так, поощрять, to encourage, да, students, или их сподвигать на то, чтобы to study online, учиться в онлайне. Даже ведь можно учиться в заграничных вузах онлайн. This form of education saves a lot of money and time. Это сохранит деньги и время. Поняли? То есть, проблема конкретная. Деньги – это конкретная проблема. Да, где их найти, где их взять. Решение, которое сохранит деньги. Учиться в том же университете, но онлайн. Реальное решение подконтрольное. Пятый абзац – вывод. Опять же, напомню, в выводе мы отвечаем на конкретный запрос вот этого пункта плана. Не игнорируйте прочтение самого плана, прежде чем вообще начать писать что-то. Общих фраз не нужно писать. Новых каких-то мыслей не надо вводить в этом абзаце. Просто отвечаем на конкретный вопрос и обязательно выражаем свое мнение. У нас в данном случае conclude by giving and explaining your opinion on the importance of learning English. Почему важно учить английский? Обязательно I think, чтобы подвести итоги. Я считаю, что именно я считаю, не мы. Не используйте никаких объединяющих местоимений. Нет. Или люди считают. Нет, нет. Я думаю, потому что от нас требуется именно наше мнение. I think that studying English is essential. Young people are advised to learn to increase the range of educational paths, career opportunities and communication channels open to them. То есть, по сути, пишем вот то, что уже сказали. То есть, да, это очень важно. Я считаю, что очень важно учить английский, потому что essential, important, vital – это все синонимы. Чем больше синонимов знаем, тем лучше. Здесь вот лексический запас действительно играет роль. То есть, нужно учить язык для того, чтобы учиться, для того, чтобы работать классно и для того, чтобы общаться классно. Вот. Смотрите. Это пример задания. И теперь мне хотелось бы показать вам пример схемы ответа. Более упрощенный вариант. Я его сделала немножко смешным и абсурдным. Для того, чтобы вы получше запомнили. Это для тех ребят. То есть, те, кому несложно, да, те, кому показалось здесь понятно, можете использовать формулировки вот из примера нашего проекта. Те, кому это оказалось сложновато, можете использовать пример схемы ответа вот такой, да, первый абзац. It goes without saying that. Яблоки или, да, тема проекта здесь должна быть совершенно очевидно, что, ну, тут зависимости от числа have либо has, been the subject of much recent discussion and debate. То есть, это очень такая тема востребованная, да, первое предложение. Дальше. Therefore, поэтому, I'm currently working, я сейчас работаю on an important project to find out what. Вот, работаю сейчас над важным проектом, чтобы выяснить, что люди, what people или teenagers who live in that land want to eat. Это просто пример, да, то есть, очевидно. Это просто так немножко подшутите, чтобы вы лучше запомнили. То есть, здесь вот конкретно вы пишете, что они должны, для чего вы делаете этот проект. I have found some useful statistics for my project in the form of, да, я нашел данные в форме таблицы, диаграммы, либо круговой диаграммы, pie chart, to help give my opinion on the subject of the project. Это первый абзац, второй абзац. Описываем данные таблицы. The information in the table diagram shows, показывает, что the importance, либо popularity, популярность, of apples, for, да, importance for, либо popularity among the teenagers in percentages, в процентном соотношении. While green apples, когда зеленые яблоки, обязательно проценты указываем, is, либо are considered to be more popular option. The most, I'm sorry, the most popular option, то есть, я допустила, что зеленые яблоки самые популярные. Yellow apples, обязательно проценты указываем, либо is, либо are, это просто пример напомню, да, такой смешной. So, is, либо are the least wanted alternative, да, то есть, наименее популярная опция. Roughly a third, примерно треть, если там около 30%, либо четверть, quarter of those who took part in the survey, either choose apples, ну, тут опять же, либо either or, либо мы можем просто один показатель, да, сказать. Около четверти выбирают, например, тот без either тогда. Roughly a third of those who took part in the survey, там, choose white apples. Либо, roughly, либо можем еще either or использовать. Roughly a third of the respondents, yeah, choose either, either choose white apples or purple apples. Просто шутливо, да. Вот, это второй абзац данной таблицы. Третий абзац сравниваем. The table, либо diagram, shows a significant difference, показывает очевидную разницу, in what fruits, каких, да, ну, опять же, это просто шутливо, respondents opt for, чтобы вы понимали, что здесь можно писать, да, здесь существительное, то есть, что выбирают респонденты. The data also shows, данные также показывают, что that orange apples, оранжевые яблоки, либо is, либо are, more popular than, то есть, я использовала самую базовую сравнительную конструкцию, ведь от нас это требуется. Более популярный, чем, то есть, очевидно, оранжевый, больше, более популярный, чем фиолетовые яблоки. By a huge margin, да, с большим отрывом, большой разницей. Having a, то есть, у них вот столько-то популярности, в смысле, тут нужно написать проценты. Against, против вот этого показателя, да, то есть, здесь большой показатель, здесь маленький. It can be assumed that, и здесь комментарий, пример. That orange fruits are considerably more important than those of purple color. Да, ну, это просто пример такого простого, простого комментария для вас. Четвертый абзац, проблема. The statistics presented in the table, или diagram, point to an underlying problem. Указывает на конкретную проблему. As green apples, ну, это пример, are the most widely preferred, или the least popular, the main reason for people to eat, там, it is clear that, просто примеры, да, проблемы, да, формулировки. It is clear, становится ясно, что респонденты у нас голодают. It is, it is clear that respondents, о, извините, тут я поправлю, the respondents, обязательно артикль должен быть, the respondents are starving, они голодают. This can, и это к чему может привести? This can lead to bloated stomach. Это может привести к вздутию живота. Опять же, шутливо, да? However, this problem can be solved. Эта проблема может быть решена, если, if people stop eating at apples. Yeah, if they stop eating at, если они прекратят есть яблоки, и живот будет в порядке. И пятый абзац, вывод, in conclusion, despite the fact that, или просто, I, despite the fact that I eat apples every day, опять же, это шутливо, I believe that eating fruits is absolutely essential, plays an important role in life, because nobody wants to starve. Никто не хочет голодать. Это шутливо, это, скажем так, просто пример, чтобы вы поняли, что каждый абсолютно может написать, написать этот проект. И здесь просто важна практика. Если сейчас вам показалось это не очень понятно, не переживайте. Мы с вами на практике все разберем, и все будет гуд. И вам такой мемасик небольшой в тему. I love English class. English is my favorite. И если у вас сейчас такое лицо, не переживайте. Здесь все абсолютно возможно. И мы степ-бай-степ разберем все абсолютно темы. И вам будет понятно абсолютно, вот как в каждой теме, вот что писать, какую проблему, что описывать и так далее. И все будет хорошо. Ребята, вы молодцы. Практикуемся. See you. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok